Всем привет! С вами канал Космостар. 23 года назад не стала известной советской актрисой театра и кино Люсьиной Овчинниковой. В кино она сыграла около 60 ролей, но зрители наверняка ее помнят прежде всего в роли Кати из Девчат. В 60-х и 70-х годах она была очень популярной и востребованной актрисой, а в 80-е и 90-е годы она пропала с экранов и перестала появляться на сцене театра. Даже самые преданные поклонники о ней забыли и последние годы жизни самой жизнерадостной из Девчат были совсем безрадостными. На пути к актерству Люсьине сначала не везло. Когда она в 17 лет все же набралась храбрости и решила поехать поступать в Минский театральный институт, оказалось, что набор уже окончен. Пришлось вернуться и еще год продавать флаконы духов в местном универмаге. Зато следующей весной Овчинникова отправилась уже прямиком в Москву. Окончив Государственный институт театрального искусства имени Луначарского, девушка начала свой путь. Играла в театре Маяковского, а параллельно осваивала киноэкран. Впервые зрители ее увидели в роли Нюрки Макаровой в драме «Отчий дом». Но по-настоящему популярной она стала после фильма «Девчата». После «Девчат» Овчинникову заметили, но приглашать стали только на роли второго плана. Зато какие, девять дней одного года, верность, большая перемена. Были в ее послужном списке и главные герои. Сначала Настя Буланова, на завтрашней улице, а потом еще один прорыв, фильм «Мама вышла замуж». Успех был оглушительным, актрисе даже присвоили звание заслуженной артистки РСФСР. Но чем больших успехов в карьере достигала актриса, тем больше проблем и трагедий происходило в ее личной жизни. Ее первый возлюбленный Владимир Храмов, так и не позвал девушку замуж, хотя обещал не раз. Второй, актер Александр Холодков, и вовсе открыто изменял, но Люсьен, прощала. В скором времени у Холодкова обнаружили онкологию, и он умер буквально на ее руках. Пытаясь пережить эту потерю, актриса все чаще находила утешение в шумных застольях, что в актерской среде не было редкостью. А когда она вышла замуж за актера Валентина Козлова, ситуация усугубилась, муж не только не удерживал ее от пагубного пристрастия, но и разделял с ней его. Они прожили вместе до конца своих дней, но в этом браке так и не появилось детей, и супруги постепенно начали друг от друга отдаляться. А вскоре и карьера актрисы пошла на спад, режиссеры предлагали ей в своих картинах преимущественно эпизодические роли. Новый руководитель театра Маяковского не нашел общего языка с ее мужем из-за того, что он часто появлялся на работе нетрезвым и решил убрать его из театра. Овчинникова поставила ультиматум, если его не оставят, она тоже уйдет. Но ее никто не стал удерживать, и они ушли из театра оба. Из-за своей нереализованности в профессии муж сильно пил и поднимал на жену руку. Знакомые все чаще замечали, что актриса появляется вся в синяках, но несмотря на это, она не хотела уходить от мужа, говорила, что, кроме него, у нее больше никого нет. А потом пришли девяностые, когда бедствовали многие. У Козлова были две комнаты, которые он сдавал в аренду, но все деньги уходили на выпивку. Овчинникова, не найдя другого выхода, решила к нему присоединиться. Алкоголь помогал забыться. Алкоголизм крепчал с каждым днем. Актриса дважды впадала в кому, врачи буквально вытаскивали ее с того света. Но как только она вновь оказывалась в строю, тут же бралась за бутылку. Бывало выпив, она плакала, какая же я была дура. Надо было детей рожать. Но вернуть былое уже невозможно. Вместе с Козловым они прожили 32 года. В 1998 году муж актрисы скончался. Через некоторое время Люсьене Ивановне внезапно стало плохо. Она только и успела объяснить, что у нее болит живот и сжет в груди. Подруга вызвала скорую, врачи приехали быстро, но сделать ничего не смогли. 7 января 1999 года ее не стало. Перед похоронами выяснилось, что у Люсьены Ивановны не только нет близких людей, но и не осталось денег. Поначалу хотели собирать материальную помощь для приличного захоронения, но желающих пожертвовать было мало. В итоге похороны оплатил Стас Садальский, актрису кремировали, а прах захоронили на Введенском кладбище. Люсьене Овчинниковой было 67 лет.